Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. И мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. В случае обнаружения дефектов подрядчики исправят их за свой счет. В областной столице продолжается обследование дорог, отремонтированных по профильному нацпроекту. Защита от мошенников. В Госдуме приняли закон о самозапрете на кредиты. Когда он вступит в силу и как будет работать. Праздник совместного разговения. В Самаре впервые проведут областной эфтар. Вечернюю трапезу во время Рамадана. Все ближе к премьер-лиге. Футболисты Толятинского окрона обыграли саратовский сокол. Самарская область окажет помощь в размещении детей из Белгородской области. В связи с продолжающимися обстрелами приграничного региона было принято решение об эвакуации 2000 детей в другие регионы страны. Губернатор Дмитрий Азаров уже дал все необходимые поручения курирующему зампреду правительства и Министерству социально-демографической и семейной политики области. По созданию всех необходимых условий для проживания ребят. В регион могут приехать 540 детей. Дмитрий Азаров отметил, что регион готов принять детей уже сейчас. По предварительным данным, первая группа детей прибудет в Самарскую область уже до конца месяца. В департаменте городского хозяйства и экологии обсудили подготовку к традиционному апрельскому месячнику благоустройства и озеленения города. Они начались заблаговременно. Подрядчики ворошат снег, убирают мусор с территории, откачивают талую воду. Параллельно с этим ведется аварийный ямочный ремонт дорог. Подробности расскажем в нашем сюжете. На улице Фрунзе с самого утра шумят отбойные молотки. Здесь начался аварийно-ямочный ремонт, который так ждали жители. Днем ведется подготовительный этап работ. Ямы обрубают по краям, придают им аккуратную форму, очищают и просушивают компрессором. Ночью работы продолжатся. Подготовленные локальные карты заливают литым асфальтобетоном, нагретым до 220-250 градусов. Он способен выпаривать остатки влаги из покрытия и застывает в течение 15-20 минут. Поэтому данный вид работ можно выполнять при относительно сырой погоде, в межсезонье и даже в минусовые температуры. Аварийный ямочный – первый и единственный вид ремонта, возможный при нынешних погодных условиях. Центральная часть города у нас практически подсохла, поэтому принцип проведенной работы позволит нам без проблем додержаться до возможности горячего асфальтобетона. В списке уже 91 адрес, где весной текущего года запланирован локальный ремонт. Список пополняется ежедневно, оперативно, по мере выявления дефектов дорожного покрытия. На данный момент работы закончены на 32 адресах, совокупно почти на 2000 квадратных метров. Такие участки расположены на улицах Невской, Ташкентской, Енисейской и других. Активными темпами идет и подготовка к месячнику по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. Месячник будет проводиться с 1 по 30 апреля. Планируется провести три субботника и четыре средника. По данным профильного городского департамента, разными видами работ охватят территории общей площадью 42 миллиона квадратных метров. Подряд на организации по содержанию объекта благоустройства, это очень даже уже нести парки, скверы, бивары и так далее, проводят подготовительные работы. Это именно ворошение куч снега для более быстрого таяния. Также начатся уже работы по сбору вытывающего мусора, то есть в отдельных участках уже его необходимо собирать, работы проводятся. Ну и работы по откачке воды из низинных мест. Уборка и вывоз снега также продолжаются. С начала сезона было вывезено более 486 тысяч тонн. Ночью еще держатся минусовые температуры, поэтому участки локально обрабатывают противогололедными материалами. 19 марта в дневную смену на всех городских территориях задействовали 224 единицы техники и 3289 уборщиков, включая дворников. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События. В Самаре начались гарантийные проверки отремонтированных участков дорог, которые приводили в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подробности в нашем сюжете. Весенний перепад температур может разрушать дорожное покрытие. Поэтому подрядные организации и специалисты МБУ «Самара» дорожное хозяйство проводят проверку отремонтированных ранее дорог. Особое внимание проезжим частям, которые ремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Гарантийный осмотр провели на улице Верхнекарьерной. Улицу ремонтировали в 2020 году. Видно, что дорога держится своими нагрузками и справляется. Гарантийный срок отремонтированных дорог составляет 2 года или 5 лет в зависимости от материалов, с помощью которых проводился ремонт. При осмотре подрядчики фиксировали ровность дорожного покрытия и искали другие недочеты, которые могут доставить водителям неудобства. Наша задача с заказчиками, с подрядными организациями определить их наличие, этих дефектов, с тем, чтобы подрядные организации устранили эти дефекты в ближайшее время. По итогам осмотра выявлена лишь небольшая просадка в районе люка смотрового колодца. В ближайшее время подрядчик разберется в причинах и приступит к ремонту. Процедура проверки проводится совместно с представителями подрядных организаций. Все замечания фиксируются в акте осмотра. После получения этого документа подрядчики должны устранить возникшие дорожные дефекты. Согласно условиям муниципальных контрактов, работы по исправлению недочетов производятся полностью за счет средств исполнителей, то есть подрядных организаций. Привести участки в порядок обязаны в течение 20 дней с момента получения акта осмотра. Еще одним дорожным объектом, который проверили, стала улица Партизанская, отремонтированная по нацпроекту в 2021 году. Проезжую часть обновили по всей ширине, от промышленности до Тухачевского. Заменили дорожные плиты и люки колодцев. Дефектов на данном участке обнаружено на сегодняшний день, пока еще не было. В прошлые годы дорога отстояла отлично. Часто ездим по этой дороге, хорошо, что ее отремонтировали. Гарантийные проверки стартовали с 18 марта и продлятся до конца апреля. В этом году МБУ «Дорожное хозяйство» предстоит осмотреть 163 объекта. Все дефекты будут ликвидированы. Светлана Кудрявцева, Полина Челякова, Николай Сидоров. События. В Самаре сотрудники МЧС приняли участие в заседании круглого стола «Безопасное детство». Они обсудили вопросы травматизма и гибели детей в результате пожаров, а также несчастные случаи на воде. Эксперты выработали план действий, который поможет изменить ситуацию к лучшему. Подробнее расскажет Елена Чернявская. Вопросы безопасности детей стали основной повесткой на заседании круглого стола в областном управлении МЧС. Задача профильных служб – обеспечить противопожарные меры, чтобы избежать трагедии и изменить печальную статистику. В Самарском регионе в этом году из-за пожаров погибли шестеро детей. К сожалению, с начала года на территории региона уже есть серьезная ситуация, сложилась серьезная ситуация, связанная с гибелью детей на пожарах. Гибели детей на водных объектах у нас, к счастью, пока не зарегистрированы. Надеемся, что этого не будет. Но об этом мы тоже должны будем предупредить. Почему вообще происходит так, что происходят эти несчастные случаи с детьми? Понятно, что впереди у нас весна, она уже началась, и впереди будут скрываться реки, образовываются даже озера из талых вод, которые образуются в оврагах. И даже есть случаи были у нас такие, что дети даже гибли в этих образовавшихся талых водах. Шел разговор и об информировании несовершеннолетних и их родителей о правилах безопасного поведения на улице, в школе и дома. Участниками круглого стола в том числе стали и учащиеся школы. Они задавали вопросы сотрудникам МЧС, а те, в свою очередь, попросили поделиться полученными знаниями с родителями, одноклассниками, друзьями. Нам хочется тоже, конечно, услышать от них ответ. Может быть, что-то поменять нам в формате профилактической работы, может быть, сделать какие-то совместные проекты. Нам нужен ответ от детей. Они у нас, как активные ребята, соберут свою аудиторию, и мы встретимся еще раз. Вообще, конечно, вот эта задумка, мы надеемся, что мы будем проводить ее регулярно. Чтобы отдых юных самарцев проходил безопасно и не был омрачен трагическими событиями, сотрудники МЧС проводят обширную профилактическую работу. Формы и методы взаимодействия с подрастающим поколением разнообразны. Игры, лекции, акции. Но цель у всех одна – донести до ребят жизненно важные сведения по соблюдению правил безопасности. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. У россиян может появиться возможность самозапрета на совершение сделок по продаже недвижимости. Предполагается, что запрет можно будет установить через сайт госуслуги. Отказаться от блока гражданин сможет в любой момент. В Госдуме просят главу Росреестра оценить целесообразность разработки законопроекта. Депутаты считают, что инициатива призвана обезопасить пожилых людей и излишне доверчивых граждан от действий мошенников. Тем временем депутаты Госдумы уже одобрили закон о самозапрете на кредиты. Правда, заработает эта норма только через год, в марте 2025-го. Как установить самозапрет и поможет ли новая мера бороться с кредитным мошенничеством, поясняла Светлана Кудрявцева. Объем средств, переведенных со счетов клиентов российских банков, совершенных без их согласия, в прошлом году превысил 15 миллиардов рублей. Это на полтора миллиарда больше, чем в 2022 году. Такие данные публикует Центробанк. Более половины операций пришлось на хищение с использованием методов социальной инженерии, когда человек сам раскрывает злоумышленникам свои банковские данные, либо переводит деньги под психологическим воздействием. Чтобы оградить людей от уловок мошенников, государство разработало закон о самозапрете на кредиты. В последнее время очень распространено мошенничество в сфере кредитования. Мы знаем, что очень много звонков, когда людей по телефону, особенно незащищенные какие-то слои, такие как пенсионеры и так далее, когда их разводят на то, что люди берут кредит и деньги присылают мошенникам. К сожалению, бороться с этим как-то суперэффективно не получается, в том числе правоохранительными органами. И это одна из мер, которые государство придумало для того, чтобы попытаться хотя бы защитить граждан от таких мошенников. Самозапрет на кредитование – это ограничение, которое банк накладывает на онлайн-операции по заявлению клиента. Поставить себе запрет на получение кредитов может любой человек на портале госуслуг. Человек сможет выбрать запрет на кредиты в банках, в микрофинансовых организациях или и в тех, и в других учреждениях. Соответственно, под этот запрет нельзя поставить ипотечные кредиты, кредиты на покупку автомобиля и кредиты на образование. После установки такого запрета человек сможет его снять не ранее, чем через два дня. Ну, перспективы подобного регулирования, они пока не очень понятны, потому что, ну, действие всегда рождает противодействие, да, и мошенники наверняка найдут какие-то схемы, по которым они смогут убеждать людей каким-то образом этот запрет снимать. Но, по крайней мере, вот этот путь, скорее всего, станет дольше. По словам эксперта, мера может помочь престарелым гражданам, которые чаще всего становятся жертвами мошенников. Законопроект принят депутатами, одобрен в Совете Федерации и подписан президентом. Однако вступит в силу действие закона только через год. С марта следующего года можно будет подавать заявление о самозапрете кредитований на госуслугах, а с сентября 2025 в МФЦ. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Далее, коротко о других темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крупные региональные рынки вторичной недвижимости замерли в условиях сокращения спроса. Аналитики не фиксируют ни выраженного роста, ни снижения средних цен. Появляются варианты для срочной продажи, но тренд не становится массовым. Чаще собственники решают сохранить цены, отложив реализацию своих объектов. Также рынок вторичной недвижимости замер из-за высоких ставок по ипотеке. Многие потенциальные покупатели, если у них нет всей суммы для заключения сделки, вынуждены пока ее отложить. По данным экспертов, средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупных региональных рынках в марте составила почти 143 тысячи рублей за квадратный метр, увеличившись за месяц на полпроцента. Сотрудники Самарской таможни обнаружили в Международном почтовом отправлении из Перу кору тропического растения, содержащую наркотическое средство. Жители региона задержали в момент получения посылки. Он пояснил, что увлекается альтернативной медициной, и запрещенное вещество хотел использовать в личных целях для изготовления капель в качестве профилактики глазных заболеваний. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Жители Самары просят быть внимательнее при оплате квитанции за газ. В почтовые ящики могут поступать бумаги от компаний, использующих звучные газовые названия, с предложениями оплатить некую диагностику внутриквартирного газового оборудования. В газовой компании поясняют, что жильцы должны оплачивать только техническое обслуживание оборудования. На его проведение имеют право шесть газораспределительных организаций. Средневоложская газовая компания, Самара Газ, Газпром Газораспределение Самара, Сызрань Газ, Юг Газ и Вымпел Газ. При этом указанные компании могут обслуживать только те дома, к которым газ подается по их сетям. Квитанции всех других компаний, содержащих в названиях слова «газ», чаще всего просто способ выманить деньги у доверчивых граждан. Туристический сектор Турции может столкнуться с дефицитом мест размещения для гостей страны из-за нехватки отелей. Их задолженность перед банками – 10 миллиардов долларов. По словам представителей отрасли, эти события в сфере туризма вызывают беспокойство. В стране не хватает мест для приема 56 миллионов туристов. По сведениям СМИ, турецкие отели закончили период пандемии с кредитным долгом в 8,5 миллиардов долларов. Начать карьеру легко. На базе Самарского национального исследовательского университета имени Королева открылся фестиваль «Будущие кадры страны». Работодатели предлагают студентам реальные вакансии и возможность прохождения практик и стажировок. Подробности расскажет Ксения Баканова. Павел Комаров – студент Самарского университета. Еще в детстве свою жизнь решил связать с IT-технологиями. Считает, что это современное и перспективное направление. Пока что Павел находится в поиске работы мечты. Поэтому и пришел на открытие фестиваля «Будущие кадры страны». Конечно же, привлекает возможность познакомиться с работодателем, поговорить с ними лично. Все-таки, как-никак, это намного лучше, удобнее и интереснее, нежели через онлайн-переписку. Здесь собрались представители 30 предприятий. Из Самары, Москвы, Екатеринбурга, Саратова и других городов. Все они предлагают реальные вакансии, а также возможность пройти практику или стажировку. Студенты все разные. Они учатся на разных специальностях, в том числе и гуманитарное направление, и инженерное, и IT-направление. У каждого свои потребности и свои желания. Конечно же, студент хочет в дальнейшем устроиться на высокооплачиваемую работу. Но и самое главное, чтобы она была интересная, и он смог там в полной мере реализовать себя. Вы прирожденный изобретатель и способны воплотить в жизнь любую техническую задумку? Тогда профессия инженера точно для вас. Специалисты отмечают, работа больше подходит мужчинам. Здесь важна внимательность, аккуратность и хорошая физическая подготовка. Сотруднику придется ежедневно работать с приборами, а иногда кататься в командировке. В основном это динамическое оборудование, ротора различные, статоры большие, тяжелые машины, не очень большие, но тоже классные. А потом еще они могут научиться, например, строить пламские растения, рабочие колеса, лопаток. Все это дело превращать в железо и смотреть, как среда проходит, делая свою полезную работу, чтобы обеспечить нам тепло, электричество, свет, газ. Желание получить опыт и финансовую независимость часто толкает студентов на поиски подработки. Если эта история про вас, тогда смело пробуйте себя в банковской сфере. Такие компании часто предлагают соискателям гибкий график, так что за успеваемость в УЗЕ переживать не стоит. Можно работать с клиентами в режиме реального времени или отвечать на вопросы по телефону. Мы этому содействуем и, наоборот, очень рады, что наша компания становится местом для старта карьеры. И после этого они также у нас остаются, развиваются далее. Для действующих сотрудников у нас, естественно, официальное трудоустройство, большие возможности для карьерного роста, обучение на корпоративных устройствах и много чего интересного. Если вы чувствуете, что сможете заставить себя продуктивно трудиться дома, добро пожаловать на удаленку. Эксперты отмечают, такие сотрудники меньше подвержены стрессу. Ведь они экономят время и средства, а также могут свободно планировать свой день. У нас очень яркая, развитая корпоративная культура. В нашей компании можно организовывать любого рода активности. Это могут быть спортивные состязания, это могут быть какие-то кружки по интересам. Киновечера мы также устраиваем. То есть не только работа, но и отдых. По словам специалистов, такие ярмарки вакансий имеют ряд преимуществ. Уже с первых минут разговора работодатель может понять, есть ли у соискателя опыт и серьезная заинтересованность в вакансии. На определенных платформах, где они регистрируются, можно написать все, что угодно про себя. Тебя возьмут, если повезет, если проскочишь, но потом окажется тебе очень-очень сложно и в тебе разочаруются. Нам всего лишь достаточно задать пару вопросов студенту, чтобы понять, подходит он к нам или не подходит. Напомним, что в России будет запущен новый национальный проект «Кадры». Он направлен на налаживание тесного взаимодействия системы образования и реального сектора экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания федеральному собранию. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Завтра в Самаре впервые пройдет областной ифтар. Это вечерний прием пищи во время поста у мусульман. Во время рамадана, который в этом году продлится до 9 апреля, запрещено принимать пищу в светлое время суток. Есть разрешается перед рассветом, до утреннего намаза, а также с наступлением темноты. Совместное разговение – традиция, почитаемая веками. На ифтар принято собираться всей семьей, приглашать гостей. В Самаре ежегодно проходят совместные трапезы в мечетях. Но в этом году решили организовать ифтар областного масштаба. Он пройдет на стадионе «Самара-арена». Будет приготовлен плов, где будут приготовлены салаты, будет мясная нарезка, будут эчпичмаки традиционные, будут чак-чаки, иншаллах, фрукты будут, сухофрукты будут, для того, чтобы человек мог насытиться. Футболисты «Акрона» все ближе к российской футбольной элите. Накануне волжане выиграли матч первой лиги и продолжают находиться среди лидеров турнира. Достигают новых высот также самарские шашисты и дзюдоистки. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Футболисты «Акрона» сыграли матч 23-го тура первой лиги. На домашнем поле волжане принимали «Саратовский сокол». В первом тайме команда имели несколько моментов, чтобы забить, но запомнился игровой отрезок потасовка игроков. Красные карточки получили Понса и Плиев, после чего команды продолжили играть 10 на 10. Перед самым перерывом тольяттинцы успели заработать и пенальти, которые реализовали. Во втором тайме хозяева удвоили преимущество усилиями Данилина. 2-0 победа «Акрона». Команда сейчас на втором месте в таблице, отставая от лидера «Химок» всего на один балл. В поселке Красный Ткач Ярославской области с 7 по 17 марта проходил чемпионат России по спорту слепых в дисциплине «Стоклеточные шашки» среди мужчин и женщин. В нем принимали участие спортсмены из 11 регионов России, которые разыграли первенство в 9 турах. Победителем соревнований и чемпионом России 2024 года стал спортсмен из Самарской области Эмиль Галиев. В решающем туре он смог вырвать победу, опередив ярославского гроссмейстера Ивана Смуркова на 1 очко. Самарский спортсмен набрал 16 очков из 18 возможных, не проиграв ни одной партии. У женщин Ирина Кузьмина по итогам чемпионата заняла 4 место, набрав 8 очков и на 2 балла отстав от победительницы Елены Сиденко из Республики Крым. В Казани прошел первый этап нового турнира Федерации дзюдо России «Российский тур дзюдо», приуроченного к 40-летнему юбилею отечественного женского дзюдо. В состязаниях приняли участие 70 спортсменок из 21 региона России. Представительница Самарской области Мария Иванова, воспитанница тренера Сергея Герасимова, стала победительницей соревнований весовой категории свыше 78 килограммов. Альфия Дашкина в этой же категории стала бронзовым призером. Полнометражный документальный фильм «Крылья Советов» через тернии к звездам выходит в прокат 21 марта. Режиссером картины выступила Александра Лихачева. Как обещает съемочная группа, так близко команду еще не видели. Фильм не про футбол, а про каждого, кто в него играл, играет или пока только мечтает играть. Для каждого, кто любит эту игру и мечтать. Паблик телеканала «Самара Гиз ВКонтакте» в очередной раз возглавил топ среди сообществ российских телекомпаний. По итогам февраля мы заняли первое место по вовлеченности ВКонтакте в рейтинге, который проводит российский медиахолдинг «Нью Медиа». Вовлеченность – это показатель, который отражает активность аудитории в сообществе социальной сети. Учитывается количество лайков, комментариев и переходов по ссылкам в постах. Наши пользователи одними из первых узнают обо всех новостях, которыми живет «Самара». Еще одно преимущество для наших подписчиков ВКонтакте – здесь можно ставить жалобу, и она практически моментально уйдет в профильные городские службы. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самарской области с 18 по 29 марта проходит первый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Самарская полиция призывает жителей города не оставаться равнодушными и сообщать обо всех известных фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в ближайший отдел полиции или по номеру 102, информирует телеграм-канал Департамента транспорта Самары. Первый этап благоустройства парка «Молодежный» прошел в 2022 году. Здесь появились дорожки для бега и катания на велосипеде, релакс-зона с гамаками, столы для настольного тенниса, площадка для игры в питанг. Также в парке высадили почти 2000 деревьев и кустарников, напоминает телеграм-канал промышленного района. В прошлом году в парке восстановили озеро и благоустроили прилегающую территорию. В этом году пройдет обновление оставшейся части парка. В этом году в Самарской области рейтинговым голосованием будут охвачены 12 муниципалитетов. Подведены итоги городского открытого конкурса «Самара-масленый гость и дорогая». Жители Самары изготовили порядка 180 ростовых кукол. Работы были представлены на площади Куйбышева во время проведения масленицы. Профессиональное жюри определило победителей в следующих номинациях. Традиционная обрядовая кукла, обрядовая кукла, современный взгляд, эко-кукла из экологически чистых природных материалов. В рамках года семьи отдельно были отмечены лучшие маслены, изготовленные вместе со своими родными и близкими. Кто стал победителями, рассказывает телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. На этом выпуск завершен. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова